Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию всё больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии. Смысл всего, вообще смысл веры, спасения, сотворения, смысл всего – это любовь. 1 Иоанна 4,8 «Кто не любит, тот не познал Бога». Поэтому «кто не любит, тот и не спасётся», написано. А наоборот, мы знаем, что перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев. Поэтому ищите любви. Ищите любви со всей силы. А если вы спросите меня, как найти эту любовь? Вы знаете, можно созидать самого себя в любви. Это творить добро всем, а наипаче своим поверье. Это творить любовь, это заботиться, это носить бремена друг к другу, и тем самым мы исполним закон Христовый. Когда вы долго не делаете добрых дел, не делаете добро своим ближним или дальним, то вам становится плохо, вы впадаете в депрессию, вам скучно, грустно, нет любви, Бог не отвечает и так далее. Но это дело не в Боге, а дело только в вас. Вы можете в любой момент обратиться и сделать доброе дело. Соседу, даже родным, с кем-то вы поругались, с кем-то вы поссорились. Простите кого-то. А может, наоборот, кто-то вам сделал зло. А может, его надо найти и попросить у него прощения. Напротив, благословить, даже если он виноват, и примириться, и сотворить добро. Созидайте самого себя в любви. Это Ефесянам 4 глава. Созидайте, утверждайте свою любовь. Дорожите своей любовью. Дорожите своей любовью к Богу. Иначе, если вы не будете делать добра, это Бытие 4.7, когда Бог говорит Каину, что если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечёт тебя к себе. Если вы не делаете добра, вы теряете любовь. И, как в Откровении сказано, имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Дорожите любовью. Созидайте. Вы можете строить любовь. Вы можете её делать каждый день. Каждый день жизни вы проснулись. Вы для чего проснулись? Чтобы совершить это доброе дело. Вы не проснулись прожить этот день, чтобы поесть колбасы, посмотреть телевизор, заснуть и опять проснуться. Нет, вам день этот дан для того, чтобы вы сделали добро. Чтобы вы проявили любовь Божью. Чтобы вы смогли принести плод Богу. Чтобы вы не закопали талант. Чтобы вы поступили, как овцы, которые посетили, накормили, напоили, дали, одели, обули. Это для этого день. И каждый день дан для добра. И вот, если вы будете каждый день делать это добро, в вас будет возрастать любовь. И когда в вас возрастёт любовь, тогда откроется всё. Откроется всё, всё, всё. Как в 1 Коринфянам 8, 3, 4. Кто говорит, что знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает, как должно знать. Но кто любит Господа, тому дано знание от Него. И тогда вам откроются тайны. И тогда вы перестанете быть младенцами. Тогда вы перестанете быть немощными в вере. Тогда вы перестанете всю жизнь учиться и не достигнуть познания истины. Тогда вы станете совершенными. Потому что совершенного уже чувство навыкам приучено. Это тогда, когда ты каждый день делаешь добро. Ты созидаешь у себя чувство навыкам. Ты уже созидаешь в себе любовь. Она по тебе начинает возрастать. И вот эту любовь ты и спасёшься.